День накануне Ивана Купалу мы отправляемся в Ботсад, но не в поисках цветов папоротника, а в поисках пещеры. Вот довольно традиционное для киевских амплитуд начало в местности под названием Собачка. Мы много раз уже тут бывали и в пределах амплитуды, и в планете Киеве. Место положения пещеры нам прислал один из зрителей киевской амплитуды. Он прислал нам даже GPS-координаты, но поскольку GPS вот в этом смартфоне в самый непроходящий момент не работает, да и работает довольно не точно, то мы будем идти не по координатам, а скорее по присланной тем же зрителям картинке, где он любезно отметил на спутниковой карте точку, где находится пещера. Попробуем, во всяком случае, найти. Это другая пещера, не та, что мы посещали в ходе съемок серии «Забытые подземелья Киева». Ну а сейчас мы пройдем через ботанический сад. Мы движемся вдоль его забора по местности Собачки. Мы хотели сначала снять кадры со смотровой площадки, но там куча народа, еще и скамейка, испортили нам такой кадр. Поэтому мы снимем отсюда. Вот там холм, вот, над участком степи Украины. Мы идем к нему, а потом за него. Сейчас мы отправимся, пешая прогулка через ботанический сад, чтобы добраться до участка степи Украины. Сейчас мы стоим в горном саду. Вот слева от нас розарий. Перед розарием виден вал Зверенецкого форта. Мы это показывали уже в серии про Зверенецкий форт. Коля подтверждает. Да, я подтверждаю. Идем сейчас туда. Вот по пути мы подойдем просто к любопытной штуке. Вот тут часовня новая и часовня старая. С часовни старой сняли часы и перетащили на часовню новую. Мы подойдем к часовне старой, дореволюционной. Вот по пути мы решили завернуть к такому месту возле Ионинской церкви. Вот это старая часовня. А вот новая. Новая стоит ближе к дороге. А вот старая. А старая, там вот где окно, раньше были часы. Вот это революционное здание. Часы выписаны были из Парижа. Вот, теперь их перенесли сюда. Вот, а вот как выглядит новая. Она копия, в принципе, прежняя часовня. Зачем ее воздвигли, я не знаю. Итак, часовня старая, часовня новая. Теперь написано, хода нет, раньше ход был. И можно было спуститься вниз на аллейку. Вот мы спускаемся. А этот вот, видишь, замшелый крест стоит. Так вот, его сюда втулили где-то в 90-е. Хотя там написано, там есть дата 1881 год. Есть некая надпись, но его тут не было ни в 80-е, ни в начале 90-х, ни в 70-е. Это мы идем по дороге, которая петляет и сходит к перекрестку бывших улиц Еврейско-Кладбищенской, которая идет от участка Вьющихся, где было Еврейское кладбище. И нынешняя Клиновая аллея, это тоже часть Еврейско-Кладбищенской улицы. А вот, в общем, Еврейско-Кладбищенская будет подходить с той стороны, а с той будет подходить Печерско-Караваевская. Вот мы приблизились к этому перекрестку, значит, Еврейско-Кладбищенская идет вот там, шла вот так вот. А вот мы сейчас сместимся туда, и ход прямо, это Печерско-Караваевская улица. Она идет к местности под названием Караваевщина или Караваевская дача. Некогда там тоже была дача Караваева, но потом участок был продан некоему Горощенко, который устроил там хутор, а потом распродалась земля по участкам земли, и возник просто частный сектор такой, там выше. Мы туда еще поднимемся, но наш путь, вот опять же к холму, вот холм, он нависает над двумя участками, степи Украины и Карпаты. И за степями Украины мы будем искать пещеру. Вот мы смотрим на теплицу Зимнего сада, к нам подходит улица Еврейско-Кладбищенская, а туда уходит бывшая Печерско-Караваевская. Вот мы сейчас идем туда, вот лево уходит Карпатрио, туда уходит, а мы идем прямо туда. Сейчас снимем такой длинный кадр, проходочка. Кстати, вот справа начинается, начинался, я не знаю как сейчас, но начинался ручей, и на нем было несколько прудов. Ныне этот ручей в открытом русле продолжается ниже хоз двора в Овраге. Мы же идем сейчас к подножию той высокой горы, которую вам показывали совсем недавно. Вот видишь, уходит как бы такое русло. Надеюсь, такое как Овраг получил. Ну вот он-то и делал. Так, ну вот холм это. Вот мы сейчас перевалим через холм. Субтитры делал DimaTorzok Можно так, можно так, давайте так. Так, вот мы поднялись на холм. Рядом еще один небольшой. Под нами степи Украины. И вот улица Печерско-Караваевская бывшая. Там участок Дальний Восток. Вот эта улица, вот там местность есть Караваевщина. Там стояли частные дома. О, Колян. Вот. А начинали мы наш путь вот с того пригорка от каменного сада. Вот центральная аллея, фонтан видишь. Вот по ручей там протекал. В удоле таком и там он сворачивал. Панерам, отсюда классная. Да какая же классная, одни дома. Раньше вот так смотрел, был частный сектор. Так, переходим на соседний холм. И потом углубляемся туда. Подальше кричащих людей. Мы с братом в детстве бегали с одного пригорка на другой, с одного на другой. Так, ну что же. Вот курган с каменной бабой. Мы сейчас подойдем к нему и будем спускаться за него в поисках оврага. Тут есть, тут вообще три кургана. Один там, один там, один там. Все, в принципе, рукотворные. Потому что вот тут, вот где степь Украины была раньше, или сады, или поле. Сейчас мы спустимся. Причем, для меня загадкой остается о топографии этой местности до ее изменения для ботанического сада. Например, я не знаю, были ли вот эти два холма насыпаны, или они существовали в неком варианте раньше. Топографические карты однозначного ответа не дают. О, вот тут отменно можно спуститься. Как говорил Николай, царь, про церковь над Асхольдовой могилой, ничуть падением не грозит. О, это перчаточка. Это мои рабочие. Панкс Нот Дэд. Душитель. Знаменитый скоростной спуск от киевской амплитуды. Я благоразумно освобождаю место. А, это в случае чего, это самое, один я, пусть теперь уломал. Конечно же. Обращаю внимание, что тут проходит ров. Панкс Нот Дэд. Панки есть, и панки были, и на все они вливали. Это как у летого есть квартирник, или что называется, панки в своем кругу. Так вот это видео так и называется, панки в своем кругу. Да сбегай просто. Подожди. Вот, идем в степи Украины. Вот оно там, местная скороварьщина. Вот степи Украины. Мы сейчас пройдем сквозь степи и подойдем к обоим, обеим каменным бабам. И от второй из них мы будем пробовать спускаться. Значит, там впереди некогда была свалка. Сейчас у нас вот осталось там, в принципе, над обрывом. Но мы будем спускаться другой стороной. Вот мы сейчас идем к одному из... Это действительно как в степи. Да. Кстати, это самое, там Харьковская область, это поворот. Ух ты. Вау, смотри, тут разные правы. Вот древняя каменная баба, в 90-е ей сбили голову и написали на груди мелом. Церковь, скала. У каменной бабы была по-алански вытянутая назад голова. Вот давайте мы подойдем, снимем ее хорошенько. Это действительно древняя каменная баба, без головы уже. Она держит в руках какой-то прямоугольничек, кстати. Может быть, это книжка какая-то или что-то. Я не знаю, что изобразил древний скульптор, да. Вот. Давайте снимем ее со спины. И там стоит еще одна, но более примитивная. Мы сейчас... Обратим, что тут мелочь и какие-то ядки. Ну, это, вероятно, какие-то неоязычники что-то оставляют. Или, знаешь, как городские обычаи какие-то там, фонтанчик, какую-то панетку бросить. Виталий. 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 Продолжение следует... Вот вторая каменная баба, она попроще. Насчет нее вот я не знаю, древняя это или нет, потому что камень ранит как бы с виду из более современной каменоломни какой-то. И не совсем уж в стиле Том. Включения начинаются. Мы можем начать искать так, а можем вот так вот обойти сейчас. Ну, давай попробуем так сначала. Да-да. Давай так, углубляемся. Наша задача добраться до Яра. В склоне этого Яра, вот мы начали наш путь от второй каменной бабы. И пока что идем по вполне цивильной тропе. Да, вот какая-то птица интересная летит. Так, вот тут наш путь пересекает и большой ров. Мы его пересекаем тоже, проходим ров и движемся дальше. Тропа выводит нас к кустам и ведет, вероятно, к краю склона. Что, в принципе, нам и нужно, потому что пещера находится между свалкой и склоном. Вот тропка. Ну, давайте посмотрим, куда она нас ведет. Она сворачивает. Отлично, нам надо как раз в эту сторону. Теперь примечательно, что налево отходит обрыв. Вот мы продолжаем следовать по этой тропе. Моста по левую сторону от нас резко обрывается круче. Тут колоссальная высота, просто ее не видно. Но деревья вровен с нами. Это же Дарвицкий мост? Ну да, это теперь этот мост Кирпы. Вот он слева остаток старого железнодорожного моста, а это новый. Так. Ну что же, можем пройти так, а можем так. Давай посмотрим, куда вот эта тропка идет. Вот. Тропка привела нас к Яру. Смотри, тут Яр. Огромный Яр. Вероятно, имеет смысл исследовать его. Вот какой большой глубокий Яр. Значит, нам надо найти к нему подступы. Подступы будут с этой стороны. Вот здесь. Проходим через чаще. Вот такой живописный, очень Яр. И, возможно, именно в нем и лежит эта пещера. Но мы этого не знаем. Мы сейчас еще раз сверимся с нашими этими штучками. Так. Что тут у нас показано? Вот пещера. Яр. Вот так он лежит. Яр этот. Там вот так хренотень. Степи Украины. Яр и мост. Вот как раз мост. Яр, выходящий к мосту. В принципе, да. Значит, нам нужно спуститься в этот Яр. Пробуем. Ищем подступы. Заодно осматриваем местность. Это заросли. Но по склонам какие-то канавы заметны. Непонятного назначения. У нас есть два спуска, как я понимаю, в Яр. Смотри, вот там еще какой-то приярок. И тут. И вопрос, какой же из них нам нужен. Хорошо. Давай сначала исследуем вот этот Яр, отображенный на схеме. Попробуем в него спуститься. Так. Это начало Яра. Давайте мы вам теперь его покажем с этой стороны. Такой древний, овражащий. И вот по вот этим вот штучкам мы рассчитываем туда спуститься. Так, я непрерывно снимаю, чтобы это осталось для истории взлеты и падения. Противоположный склон, который более крут, чем этот. Я пытаюсь сообразить, как лучше спуститься. Я думаю, вот так вот вдоль. И если мы тут ее не обнаружим, значит она в соседнем Яру будет. Вполне спускабельно, вполне. Мы спускались по гораздо более сложным объектам Киевского рельефа. Я думаю, что это происходит. Бангс на дэд. Дох, дихо, 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 дихо. Ничуть падением не грозит. Вполне нормальный спуск, отлично. На полпути, на полпути вот к этому вот. Развязки, но мы уже прошли весьма так. И почему-то я не вижу тут пещеры на полпути. Мы уже почти внизу. Так, вот мы спустились внизу этого оврага. Но вероятно мы промахнулись оврагом и нужен овраг следующий. А вот мы просто показываем, что южнее нас. И вероятно попробуем сейчас спуститься в овраг по другую сторону этого склона. Мы немного застряли и не понимаем, в том ли яру мы или нет. Итак, мост здесь, да? Слева. Сто пудов. Хорошо. Хорошо, но если пещера лежит на половине этого яра, следовательно, мы должны были ее увидеть, но мы ее не видим. Однако, мы знаем, что обычно пещеры бывают у Верховьи. Поэтому сейчас будет предпринят подъем. Давайте спустимся вниз яру сначала. Так, а вот смотри, тут какой-то есть подъем. Вот, тут есть подъем. О, интереснее. Так, давайте исследуем этот подъем. Так. Да, тут вполне есть подъем. Тропка такая есть. Вот. Нужный нам яр выходит в конец эстакады. Поэтому есть шанс, что мы только что прошли через другой яр. Сейчас мы влезем на этот берег и посмотрим. Может быть, нам надо в следующий яр. Вот, здесь, ассимилейт. Нам, таки, скорее всего, в следующий яр. Потому что этот яр, он выходит не к началу эстакады. Вот, в чем прикол. О, отличный корень. Тут такой корч. Тут корч классный. Опа. Есть. Груша, дичка. Так, вот я нормально. Тут хватаюсь за корни и лезу. Все дело в корнях. Когда человек без корней, то он легко отрывается от всего. Однако, когда есть корни. Тут самый простой путь, вот именно так, как я лез. Ты неверным путем пошел, товарищ. Вот так, да. И тут будет такой вот корч классный, как говорят белорусы. Корч. Вот, видишь? Толстый корч. Блин, за него хватайся. И дальше по корням, по корням. Слушай, я еще и стола за мной. Ну, вот так. Ромышинный альпинизм. Вот, видишь, какой классный корень толстый. Вот, хватайся, он тебя выдержит. И дальше еще один корень. Самый, я еще и стола за мной. Ага. Вот сюда теперь налево. И слева эта приступочка. Давай сюда. Зацени высоту слева-справа. Защипись. Ха-ха-ха. А где-то, я реально еще и стола зацеплю. Да. Вот тут, осторожно, просто хватайся за корушу дичку. Давай руку. Да, подняй, я и вылезаю. Так, ну вот, мы выбрались на другой склон этого яра. И идем к следующему яру. Получается, пещера к следующему яру. И мы идем по склону, по северному склону того яра, в который мы только что спускались. Вот он виден. Мы шли там, внизу. А теперь мы идем, мы хотим туда как-то спустить. Так. Тут классно лазать в грязь, знаешь. Да, и хватает вниз. Подожди тут. Внизу, внизу вот тут. Вот, 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 да. Надо было взять с собой сок. Я забыл сок. Так, мы опять зашли на эту страшную высоту. Вот этот яр, который мы прошли безуспешно насквозь. И мы ищем спуск к следующему яру. Значит, мы обойдем тот яру, где были, обойдем по верху и спустимся в следующий яру. В следующий к югу яру. Так. Мы сейчас идем по северной стороне яра, где мы были. Мы предположили сначала, что нам нужно в следующий северный яру. Но потом поняли вероятную ошибку и решили пойти в следующий к югу яру. Вот мы опять вернулись в исходную точку. Идем так. Вот, так мы уже не пропустим. Так, вот верховье яра, где мы только что побывали. Если наши вычисления верны, то дальше должен быть еще один яр. И вот в том-то следующем яру и будет искомая пещерушка. Ибо вот в этом чудесном яру мы не нашли никакой пещеры. Так. Идем по кромке. В надежде, что нас куда-то приведет эта тропа. Да. Один, я думаю, из самых сложных склонов, которые мы преодолевали. Ну да, потому что остальные все-таки мы пока так понимали. Ну, еще вот поиск предыдущей пещеры серии... Да, это уже ротатропайсинка. А помнишь, где мы сходили, где подложили заборы? Да, это Кирилловские высоты там тоже. Так, вот мы видим налево какой-то ярок, но пока туда не спускаемся. Пока смотрим. Потому что всегда сложнее подниматься, чем спускаться. Поэтому мы пока осматриваем доступные яры. Мы уже видим, что параллельно яру, где мы спускались, есть еще один небольшой ярок. Но мы пока еще в него не спускаемся. На карте отмечена еще некая свалка шин, смежная с тем яром, что нужно нам. Да, труб. Смотри, тут какие-то раскопы, вот такие вот ямы в склонах, они иногда свидетельствуют о том, что тут провалившиеся пещеры. Смотри, какой интересный яр, почти прямоугольный, в разрезе. Вот, так, хорошо. Тут очень интересный рельеф, очень интересный рельеф. Посмотрев на плане заезда наискосок на стакады, мы поняли, что надо продвигаться еще южнее. Вот. Так. Так, и вот мы явно выходим к какому-то новому яру, и хотелось бы найти к нему подступы какие-то более цивильные, нежели этот. Но пока таковых не предвидится, я думаю, можно спуститься тут. Видим тут наваленные бетонные блоки, причем не просто блоки, а развалины чего-то. О, это интересно. Во-первых, это тот яр, что нам нужен. А во-вторых, мы видим развалины... Ну, это какая-то колонна. Вот. Колонна такая. Бетон. Остатки каменной стены. А мы идем вот сюда. Вполне можно спускаться. Так, и вот... Фух. И вот мы выходим к еще некоему яру. Кажется, это то, что нам и надо. Вот. Почти точная копия того яра, где мы только что были. Почти. Лежит такой глубокий яр. Сейчас я попробую его снять лучше. Только он шире. И в нем виден открытый дренажный колодец. И он грязнее этот яр намного. Фактически он... Фактически верховье яра превращено в свалку. Вот как-то вот так. Если внизу его будет этот откос эстакады, конечно. Опа. 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 вот так вот да по периметру как бы обходи вот она есть да вот там она к ней надо спуститься оттуда сверху с той стороны идем назад вот она возвращается туда значит я пока сделаю такое замер такой вот но я стою ну и на вот что знаю сколько метров не могу оценить сколько метров расположен вход в эту пещеру вот я сейчас поднимусь к коле и попробую туда добраться с той стороны так вот я снова я поднялся к коле да прикол в том что видишь с этой стороны и просто незаметно было посмотрим 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 что-то видно традиционный традиционное слово и это все сейчас мы снимем это более мощным фонариком да вот она уже заканчивается да ты как будто что глину прокапывали решу это был ужастик кена рассела в конце 80-х логова белого червя блин а я брал фонарик это все вот небольшая пещерка вот ее конец уже но что самое любопытное сейчас если возьмешь то самое любопытное это пещера она заканчивая у нее очень аккуратно сделанные стены она заканчивается такой как бы нишкой вот но это и в ней нет какого-либо лежбища знаешь как бомжи иногда лежат на варят разу нет тут нет ничего пустая чистая пещерка ну что ж ради зрителей давайте пройдем внутрь пещеры очень хорошо сделаны стены можешь снова дать камеру не выключая запись так она повыдет возьми отлично значит хочу отметить что очень хорошо сделаны стены очень ровно света не хватает кто-то хорошо постарался ну вот такой вот такие вот дела ну получилось и нам не остается ничего другого как теперь снять панораму этого широкого яра находясь на площадке около пещеры высокие склоны этот яр выходит прямо к эстакаде заезжающий на дарницкий мост мы нашли пещеру хоть она оказалась довольно таки короткой но мы обнаружили также несколько интересных яров и сейчас по одному из них спустимся вниз потому продолжим наш спуск вот уже там просматривается еще кое-что интересное это один дренажный колодец и другое прямо открытый виден на дне яра отмечу что яр очень замусорен мы покидаем эту гостеприимную пещеру неизвестно сколько ей лет когда она была выкопана но выкопана очень аккуратно а ну и прежде чем начать спуска отмечу еще что длина этой пещеры ну около двух метров ширина около полуметра и высота сантиметров 80 так ну что же я спускаюсь туда к коле вниз вниз яра не знаю как выключать камеру или спущусь так используя у меня же в одной руке камера только другая рука свободно поэтому я и продвигаюсь по склонам за довольно медленной скоростью вот пещера в таком склоне без какого-либо козырька без ничего но тем не менее внутри сухо несмотря на то что вчера по киеву прошли проливные дожди что там в дренажке не смотрел предательски съезжает по почву по склону листва один неверный шаг я уже внизу так отменно ничуть падением не грозит так ну что же смотрим что тут и что вот видишь вот прямо на тобой дренажный колодец давай посмотрим вот тут сначала тут посмотрим пусто земля вернее земля хорошо а что в нем он обложен кирпичами а тут простая труба дренажка но тут сухо вон пещера на этой круче это пещера на северном склоне этого яра я спускается к эстакаде вот я сейчас снова спускаюсь к коле мы идем уже выходу из яра но посмотрим какой нам еще сюрприз преподнесет яр может быть еще что-то тут если интересно какой-нибудь хотя бы старинный кирпич или что-нибудь в этом роде так я не потерял ничего мобилку вот по яру валяются стволы давних деревьев подобное дерево только окаменевшие стоит у входа в карьевеческий музей оба так лесовые склоны да и пещера сама она в лесе вот мы почти уже спустились внизу веяра дренажка сухая кстати там ничего в ней так опа опа о immersусь и да и или я рэйбот ада и о да И лишь тут внизу заметен родник Вне всякой дренажки Вот уже почва увлажнилась И вода сочится Да, вода сочится из склонов Вот тут выход водоносного горизонта Действительно очень скользко И вода есть И вот тут уже образуется ручеек Вот, и тут он уже весьма заметен Вот Коля через него перешел Давайте мы его снимем Обратно, потому что там грязно Там грязно? Да Ага Вот, то есть это место рождения родника Вот оно захламлено шинами, разумеется А может быть когда-то из этого родника можно было пить Коля, мне кажется, выход все-таки там Вот туда идет тропа Так, хорошо Так, хорошо, я попробую пробраться здесь А, вот та самая мокрота, о которой говорил Коля По ней непонятно как пройти, она очень вязкая Но идти можно Ноги увязают в предательском болоте Что же делать? Ступать покорением Я выбрался на противоположный склон Ужас Опа Вот я Я тут О И вечный вопрос Чернышевского Что делать? Что делать? Спрашивает Чернышевский Что делать? Чернышевский спрашивает Вон тропа идет тут Кто виноват А, да Что? Сначала надо вычислить кто виноват А потом решать Вот тут тропа идет Вот Ла-ла-ла-ла-ла Видишь, мы стоим за баннером каким-то Вот Мы стоим за стеклянным разрисованным граффити баннером И Пытаемся как-то отсюда выбраться Вот тропа идет Вот тут какой-то есть спуск что ли Да, вот там кстати Можем тут спуститься И сойти И пойти до Выдубичи Выснишь что-то Только там вероятно спрыгнуть придется Ща посмотрим У матросов нет вопросов Матросов нет вопросов Такого варианта песни я не слышал Здесь большие носки Их с такими на корабль не валют Так, ну что же мы О Что, о Ты видишь, что спуск Ну что Можно спрыгнуть, думаешь Ладно, я выключаю камеру